От ускрайку перед военного гомеля до этого места ровно 9 километров. Правда, когда рухаться по современной дороге, в 41-м таких дорог не было. Да и в уголе место дислокации первого партизанских отрада трымалось в строгой тайне. Место для базы выбирали странно. Неопошную роль отыграла наявность крыльнички с пятной водой. И она дейничала на вытяжение каких-то тому, но в связи с сухим надвором и понижением у зруни грунтовых вод зараз стратила свое значение. Первый початковый состав отрада «Большовик», створенного 17-го жнивня 1941 года. Когда 50 человек, не депростотый день, партизаны вышли на первое боевое задание, обстреляли ворожие автомашины на Черниговской шаши. До речи, минавито, дякуючи Утымнику и бойцам отрада, оккупанты значно обмежовали рук транспорта в ночный час. Партизанские засады были вельми эффективным методом боротьбы, хоть и самим партизанам приходилось нелегко. Я побыл и у партизанных, побыл и в армии, я оцениваю. Конечно, в армии легче намного. А тут не знаешь, с какой стороны тебе могут стрелять. Или справа, слева. В армии фронт есть, участок. А землянки делали как? Яму выкопал, перекрыл, двери сделал. Находили любыми путями в деревнях эти буржуйки. У областного музея военной славы, куда запросили у дейников урочистостей, а гочевуюсь лишь бы, за час боевых дней у партизанных гомельских излучений знишили омаль 1400 ворожих эшалонов, взорвали каля 45 тысяч чекуночных рейек, подбили 184 танки и бронемашины. Сюды ж можно додать статистику полезных партизанских излучений. Только у периода с десопада 43-го по лютой 44-го, и они пустили под ухил 105 эшалонов, знишили больше 6 тысяч гитлеровцев и навык сбили 5 самолетов. Это не только диверсионная деятельность, скажем, нападение на гарнизоны, но это ведение разведки, потому что разведка аэродромов, складов, потом, так сказать, работа радиостанций, передача на большую землю, и бомбардировки и так далее. Естественно, выявление коллаборантов, то есть были, так сказать, специальные группы, которые отслеживали, потому что у партизан было налажено тесное сотрудничество с подпольем. Все, кто служил фашистом, брались тоже на особый учет, поэтому разносторонние деятельности. Конечно, в рельсовой войне сыграли важную роль, это уже в операции «Багратион». Неколь командир партизанского излучения, герой Советского Союза Пётр Вершигара, называл своих боевых сябров людьми с чистым сумнением. И это слово можно отнести до усих громадян, які змогались с ворогом за линией фронтом. Но жаль только, что сегодня партизан от Рада Большавик у живых не засталось уже ни одного человека. Олег Синтеров, Йоген Макеенко, Телер, Рада, компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин